Когда говорим о буквализме, то есть это начинается еще с истории Средневековья. Ученые Средневековья, когда появилась группа Муджасима или Хашавит их называли, то есть которые их называли телесниками, предавали Аллаху тело, предавали Аллаху место. То, что в процессе споров, в процессе вот этих философских споров появились эти группировки. И многие группы, которые предавали Аллаху тело, там говорили, он сидит там на небе, там на троне. Кто-то изображал его Ахсахалом, кто-то изображал его молодым юношей. То есть были такие убеждения, которые вывели их из ислама. Потом это все развивалось, появилось течение, которое мы говорим, Захирия. Захирия, которые берут внешний текст, то есть которые берут аяты, хадисы, внешний смысл и не дают им аллегорического толкования. То есть они внешне взяли, они не смотрят на историю, на подоплеку вот этого аята. Когда он был ниспослан, в связи с каким событием. Многие ученые дали по ним ответ, то есть опровергли это. То есть Создатель Аллах не похож на свои творения. То есть он вне этого мира, он создал этот мир, внешний мир. Он создал все живое, но он не похож, потому что он не нуждается в руке. Это человек нуждается в руке. И ученые дали определение всему, то есть научное определение. И сейчас наша цель это показать научный ислам, показать мирный ислам, показать именно научную духовность. Вот их сам, да. Почему наши предки придерживались именно Тасауфа? Почему наши предки были высокодуховными людьми? Что они оставили нам? Какие назидания? Вот это все мы можем сейчас опять изучать, исследовать и передать нашим потокам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok